Может быть не всегда сильные телом, но точно сильные духом. Третья городская пара спорта Киада состоялась в четверг на стадионе Текстильщик. Около ста человек с ограниченными возможностями здоровья соревновались в пяти видах спорта. Многие участники здесь инвалиды с детства. Жить с недугом им помогает жизненный оптимизм и, конечно, спорт. Этим занимаюсь вообще 35 лет. Я учился в Кокминской спецшкольной интернет-1. И вот там на уроках физкультуры участвовали. И потом уже в более старшеклассах даже вел уроки физкультуры и все проще. Участники соревновались в настольном теннисе, толкании набивного мяча, дартсе, шахматах и армспорте. Любовь Тараскина свой поединок выиграла. Говорит, будь побольше тренировок, результаты были бы лучше. Сильная соперница. Просто у нас нет тренировок. Мы раз-два в году проводим соревнования без тренировки. Если бы были тренировки, было бы, наверное, хороший результат. Наталья Крынина занимается спортом давно. Девушка преуспела в дартсе, толкании мяча, любит заезды на колясках. Этим средством передвижения она пользуется с детства. Ее заболевание врожденное. И передвигаться по-другому Наталья не может. Самое сложное. Конечно, город не приспособлен. А бордюры, пандусы мало. Если пандусы есть, то не совсем пригодные. То есть элементарно передвигаться по городу? Нет. Элементарно. Без посторонней помощи это не важно. Однако пара спортсменов отмечают, качественный сдвиг есть. Во времена советской власти город вообще был не приспособлен к колясочникам. Теперь социально значимые учреждения и крупные предприятия пандусами все-таки оборудованы. Самое главное отчаиваться, не опускать руки, стремиться добиваться цели, чем-то идти. Участники, которые покажут лучшие результаты на городскую параспартакиаде, будут представлять столицу региона уже на областных соревнованиях. Напомним, что именно Ивановская команда заняла первое место на пяти предыдущих областных параспартакиадах.